Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу познакомить вас немножечко с новым сайтом компании Faberlic. Я покажу вам каждый раздел и расскажу, как он функционирует. То есть какие основные задачи каждого раздела, который у нас есть на главной странице у каждого в личном кабинете. Итак, я сейчас хочу вначале вам показать разделы с условными обозначениями и подробно остановлюсь на каждом. Первый раздел, который у нас представлен, это человечек со знаком плюс, называется он регистрация. Что это обозначает? Если вы решили строить свою структуру, то вы можете регистрировать в свою команду новичков не только через свою реферальную ссылку, но и вручную, то есть вы можете зайти в личный кабинет, открыть раздел регистрация и в этом разделе вы вручную вбиваете данные вашего новичка. Фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол и затем дальше вы вписываете контакты вашего нового консультанта. Это мобильный телефон. Вот здесь вы указываете получать смс-уведомления, согласие на получение рассылок. Это нужно сделать обязательно для того, чтобы вашему консультанту приходили все оповещения, все новости компании Фаберлик. Указываете желательное время уведомлений. То есть, если вы не хотите, чтобы вам в ночной период времени приходили уведомления, то вы выбираете здесь временные ограничения. Это все по московскому времени. Дальше разрешить регистрировать под меня по номеру мобильного телефона. Тоже вы это все указываете. Затем домашний телефон, рабочий, дополнительный. И вот здесь дальше указываете все адресные данные вашего новичка. И вот здесь обязательно вам необходимо будет ввести кодовое слово. Что это такое? Это вы придумываете свой пароль, который будет состоять из букв и цифр. И обязательно где-то себе в блокнотике его записываете. И вы все время, когда будете вручную регистрировать ваших новичков, сюда вводите кодовое слово, а затем сохранить. И ваш новичок попадает к вам в структуру. И у вас появляется новый консультант в вашей структуре. То есть, это вот этот раздел регистрация. Далее у вас следующий раздел называется «Он мой счет». В этом разделе будут представлены вся информация по вашему счету. Сколько у вас доступно сейчас на вашем счету денег, сколько к оплате. И это вот основная скидка, которая, допустим, у вас есть, если вы работаете как наставник в компании. Следующий раздел называется «Купоны и карты». Раньше у нас карточки «Твой бонус» выдавались нам. Мы их вводили вручную. Теперь они у нас виртуальные. Купоны нам выдаются, но все-таки мы их просто в промо-акциях открываем раздел и заказываем. Например, сейчас мы с вами собираем купоны на парфюмы со скидкой 50% в 13 каталоге. Их не нужно ни регистрировать, ни чего с ними делать не надо. У меня вот сейчас доступен 31 купон. И когда я буду делать заказ, просто в промо-акциях, в своих акциях я открою этот раздел и списка согласно количеству я выберу необходимые для себя парфюмы, если они мне будут необходимы. Дальше, следующая у нас акция – это «Карточки. Твой бонус». Совсем скоро мы с вами будем собирать. Вот у нас ранее была акция «Люблю Корею». И затем, также потом мы с вами их активируем. Ниже вот вы заходите в раздел «Купоны и карты». Купоны мы не активируем, сразу используем. А карты мы активируем. Они у нас виртуальные, в личном кабинете. И вот здесь у вас потом будет весь список ваших карточек «Твой бонус» предоставлен. Но это вот у меня есть отдельное видео. Если что, я еще для вас пересниму. Далее, следующий раздел называется «Мои заказы». Зайдя в этот раздел, вы сможете увидеть все ваши заказы, просмотреть баллы, итоговое количество баллов по вашим заказам. Вот сейчас у меня два заказа. Один у меня с новинками, готов к сборке. И второй у меня попали перчатки новые в автозаказ. Но он тоже у меня утвержден. Вот я вам показывала. Я разбила свой заказ на две части. Основной придет 30 августа. А то, что у меня в автозаказе, придет 3 сентября. И вот здесь у нас есть поле «Оплатить». После того, как вы перечисляете денежки на ваш личный счет, необходимо еще провести платеж. Это либо у вас делают на пункте выдачи работники, либо вы можете это сделать самостоятельно. Зайдя в раздел «Мои заказы», либо у вас на главной странице еще будет раздел «История заказов». И можете провести оплату. Нажать «Оплатить». Далее по шагам. У вас будет указано, сколько у вас денежек на счету. И затем вы просто проведете свой платеж. Проведете оплату вашего заказа. Давайте попробуем. Например, у меня просто сейчас на счету я еще деньги не переводила. Но вот здесь у нас все понятно. Вот здесь перейти к оплате. Есть зеленое окошко. Нажимаем его. И вот здесь у нас будет указана оплата с личного счета. Сколько у нас на счету денег. Сколько нам требуется пополнить. То есть мне сейчас не хватает пополнить. Если мы пополняем через Бирбанк онлайн, например. И затем, когда я пополню, у меня здесь загорится черным «Оплатить». Я нажму «Оплатить» и мой заказ будет оплачен. То есть, когда вы будете оплачивать ваши заказы, деньги нужно не только перевести на ваш счет личном кабинете, но еще и нажав на вот это окошко в разделе «Мои заказы» провести ваш платеж. Может, для того, чтобы он у вас увидела его программа, увидела ваши баллы и вашу сумму заказа в каталожном периоде. Поэтому здесь будьте внимательны. Вот здесь у вас фиксируются все ваши заказы, которые у вас есть. Есть здесь у вас корзина автозаказа. Вы можете выгрузить, можете применить фильтры, посмотреть. Все здесь понятно. И вот по компаниям тоже все это просмотреть, если есть такая необходимость. Следующий раздел – это «Моя структура». Если вы строите свою структуру, то у вас будет этот раздел. То есть, с этим разделом вы работаете с вашей структурой. Здесь есть сколько сейчас набрано баллов общих, сколько они сделали. Вы сделали детальный обзор по всем консультантам структуры. Вы открываете этот раздел, и там у вас высвечиваются все ваши консультанты. Заказы новичков также вы можете просматривать. То есть, вы открываете этот раздел, и у вас… Я не буду просто, чтобы фамилию, может, кому-то людям это не совсем необходимо. Поэтому просто вы открываете этот раздел, и вы можете в поле, вот у вас будет фамилия новичка, просмотреть его заказ. То есть, его накладную, первые два каталога, когда он зарегистрировался. И следующее, вы можете просматривать его заказы. То есть, вы их редактировать не можете, но можете просмотреть, связаться с новичком и сказать, где он сделал ошибку, где он что сделал неправильно. Поэтому первые два каталога наставники могут сопровождать своих новичков. А здесь вот детальный обзор по всем консультантам. Но давайте, наверное, быстренько вам открою и покажу. То есть, у вас здесь и в первой линии есть консультанты. И вот здесь, например, у меня первый мой консультант, номер указан. Вот сюда я, если нажимаю, могу посмотреть структуру своего консультанта. То есть, он все равно в вашей структуре, но он идет уже во второй линии. В третьей линии, то есть, это те консультанты, которые регистрируются вашими консультантами. Далее, вот здесь вы можете написать сообщение лично этому консультанту, и вот здесь вы можете посмотреть личные данные, то есть его номер, его адресные данные, дату регистрации, все здесь есть. А также здесь фиксируется личный объем за каталог, если он выполнил заказы, объем личной группы вашего консультанта, и вот здесь баллы, сколько внеоплаченных, сколько у него в корзине автозаказа, к какому званию стремиться. То есть вы можете здесь просматривать абсолютно каждого вашего консультанта. Здесь есть у вас отчеты по баллам, по неоплаченным заказам группы, то есть все, вся информация есть. Личный кабинет – это ваш инструмент вашей работы. Следующий раздел – отчеты. Этот раздел тоже у нас касается тех, кто строит свою структуру. То есть здесь есть все отчеты, здесь есть вот у вас, например, информация по личной группе, где вы можете посмотреть всю информацию, которая необходима, то есть какие акции у ваших консультантов, какие подарки есть у ваших консультантов, все, конечно, это сообщить. То есть по каждому абсолютно все есть. Все, все, все. Вот здесь можно смотреть и внимательно заходить в каждый раздел и работать. То есть кто работает как наставник, они не изобретают велосипед. Вот личный кабинет – это инструмент работы каждого наставника. Поэтому все здесь, ничего сложного нет. Просто нужно внимательно вникнуть, почитать, и все будет вам понятно. Личные данные. В этом разделе все ваши личные данные. Регистрационные данные, когда вы регистрировались, кто у вас наставник указан. И вот здесь у вас есть контактные данные. То есть здесь вы заходите, смотрите номер телефона. Если у вас, допустим, он сменился, вы меняете. Также здесь вы все-все указываете, то, что вам необходимо. Ваш почтовый адрес, адреса доставки. Если вы хотите вставить свое фото, вы можете вставить свою фотографию. Либо удалить, либо вот изменить, сохранить. Все здесь есть, это все понятно. Дальше здесь у вас документы. Ну вот это вы можете тоже добавить, допустим, ИНН, указать гражданство. В разделе настройки, вот будьте внимательны, здесь у вас вот есть, например, смотрите. Режим списания средств за неоплаченные, невыданные заказы, доступные к оплате. У некоторых консультантов вот здесь он идет автоматически. То есть, когда вы пополняете свой счет через Бирбанк Онлайн, у вас сразу за ваш заказ деньги списываются автоматически. Это я вам не советую делать. У кого стоит автоматически, выбирайте вот здесь ручной. Для того, чтобы вы сами зашли в раздел «Мои заказы», вот в этот, и сами, нажав на черное окошко «Оплатить», провели платеж. Потому что бывает так, что у консультанта несколько заказов, а ему, например, необходимо в первую очередь оплатить какой-то заказ. А при автоматическом выборе у вас списывается, допустим, оплатился не тот, который вы хотели в первую очередь. Поэтому вот здесь я всегда советую зайти. У кого стоит автоматом списания средств с вашего счета, выбирайте ручной, и вы будете оплачивать заказы сами, если вам это необходимо. Если вы делаете по одному заказу за каталог, и больше вы не делаете, тогда, в принципе, можно и автоматически. То есть вы деньги перевели на счет, и они у вас автоматом сразу списались, и вы не думаете о том, что вы забыли, допустим, провести оплату, и у вас остался неоплаченный каталожный период. Тоже вот это все вам необходимо будет учесть. Дальше у вас вот здесь есть ссылки. Это ссылки для регистрации новичков. То есть ссылка для самостоятельной регистрации в мою структуру. У каждого есть реферальная ссылка. Этой ссылкой вы можете делиться в социальных сетях. Можете эту ссылку копировать и вставлять в социальных сетях для того, чтобы к вам приходили новички. Тоже здесь это все абсолютно просто. Ничего сложного нет. Поэтому все-все внимательно смотрите. Дальше. Следующий раздел называется «Сообщество». В этом разделе вы, как и в любых других социальных сетях, можете общаться со своими консультантами. То есть все, кто зарегистрирован в вашей структуре, здесь вы можете им писать. То есть здесь вы выбираете сообщение. Вот, например, вы можете отправить сообщение либо одному кому-то из консультантов, либо отправить друзьям, кто у вас в друзьях, либо вы можете поиск по имени найти и по номеру консультанта, либо вы отправляете общие сообщения. Например, я хочу отправить всем своим консультантам сообщение. Вот здесь у нас указано, как отправлять. То есть здесь выбор адресата. Вот, если вы хотите отправить всем, кто у вас в структуре, даже те консультанты, которые находятся в структуре ваших консультантов, то это личной группе. Либо вы выбираете, либо, допустим, неактивным консультантам, новичкам. И вот здесь вы печатаете текст вашего сообщения и нажимаете «Отправить». И вот кому выбрали, тому ваше сообщение и отправится. То есть здесь вы можете общаться с вашими консультантами, которые у вас в структуре. Дальше следующий раздел называется «Обратная связь». Вот в этом разделе мы с вами пишем обращение в компанию Faberlic. Вот, например, мне нужно новое обращение. Я указываю тему обращения. Допустим, не работает там стартовая программа, либо там еще у меня не срабатывает какая-то акция, либо хочу там какие-то предложить изменения. И вот здесь в описании вы пишете, что вы хотите написать. Добавить файл, если вы хотите какую-то фотографию продукции прикрепить, отправить. И придет сразу на почту вам сообщение, что ваше сообщение зарезервировано. И в течение суток вам обычно компания ответит. Вот здесь есть «Мои обращения», то есть вы можете посмотреть и, допустим, сделать дополнение, если вы уже закрыли ваше сообщение, вам необходимо что-то вы забыли спросить. Либо вот здесь вот в архиве сообщений. И потом вот вы нажимаете обязательно «Выйти». Вот сюда я нажала на свою иконку, то есть на свои данные. И вот я вышла. И теперь я снова нажимаю «Добро пожаловать». И я попадаю на сайт компании снова. Ну и вот здесь у нас, естественно, выход. Далее вот здесь сверху тоже у вас есть, вот видите, такие вот разделы «Новинки». Вот зайдя в этот раздел, вы можете посмотреть все-все новиночки, которые у нас появились за последнее время в последних каталогах. Они делятся вот у нас по сериям. Также вот по доступности, по типам кожи можете, если в каком каталоге появились направления, допустим, от аромата, какой возраст, тип полос, то есть это все детали сортировки идут. Дальше вы можете вот здесь продолжить, либо снова вернуться на страничку «Косметика». Открывается у вас раздел. И здесь также можно сразу добавлять в этом разделе «Купить». Например, я хочу купить вот активный крем для лица. Нажимаю «Купить». Есть здесь подробнее товаре и описание, и состав, и как применять. И вот если я это посмотрела, нажимаю «Закрыть». Отзывы подробнее. И открываются отзывы. Купить плюс-минус. Смотреть все. Это вот все отзывы можно посмотреть. Оставить свой отзыв. Здесь тоже все есть. Просто все внимательно смотрите, все читайте. Здесь абсолютно нет ничего сложного. В принципе, я считаю, что все осталось так же. Просто немножечко видоизменили сайт, и немного нам облегчили второй шаг при выборе наших заказов. Дальше у вас есть раздел «Парфюмерия». Я не буду заходить в каждый. Думаю, принцип вам понятен. «Одежда и аксессуары». Тоже вот у нас отдельный раздел, где у вас есть по каталогам, по типам одежды можете посмотреть. То есть, что вам необходимо, выбираете. По сезону, допустим, сейчас вот у нас демисезон, либо на лето вам необходимо, чтобы вам не искать из всего списка, даже по цвету здесь можно. Также можно добавлять в избранное товар, если вам это необходимо. Есть вот у нас отдельный раздел «Детям», «Женщинам», «Мужчинам». «Пакетики подарочные». То есть, например, вот мне понравился джемпер, и вот я хочу его купить. Я нажимаю, открывается карточка заказа, ниже открываются разделы, то есть размеры открываются, цветовая гамма можно посмотреть. Вот по размерам я, допустим, выбираю, какой мне необходим размер. И теперь вот я смотрю еще таблицу размеров. Часто вы у меня спрашиваете. Вот она у нас, таблица размеров. Открываем. И вот здесь у вас все указано именно для наших вещей, какие у нас есть компании. То есть здесь все можно посмотреть и сориентироваться. По обхвату груди, обхват бедер, талии. Все-все здесь вот есть. Эта таблица размеров, она есть в каждом товаре, то есть в каждой карточке заказа это имеется. И артикул, и есть в наличии, и какая модель, и состав ткани. Все-все здесь можно посмотреть. Отзывы нажимаете подробнее, все смотрите. Пока нет отзывов, можете быть первой. Оставить свой отзыв. Вот здесь у нас есть подсказки. То есть снова все очень-очень просто. Ничего сложного здесь у нас я вот, например, не вижу. Все просто, все можно оформить. Здоровье. Все товары для здоровья высвечиваются у вас. Дом. Все, что из серии Дом Фаберли. Также можете вы добавлять, если вы не хотите оформить заказ, через флеш-каталог, либо по артикулу, можете вот и по этим разделам добавлять. Но будьте всегда внимательны, если есть какая-то акция распродажа, сравнивайте цены. Обязательно вот здесь вот тоже будьте внимательны. Акции. То есть здесь у нас вот все какие акции указаны, также вот здесь они у нас высвечиваются. Можно применять фильтры. То есть применить фильтры также вы применяете либо по доступности вам будут товары, те, которые доступны вам высвечиваться, которых нет в наличии или не будут, либо по возрасту, либо вот по действию продукта, по направлению. Вот все-все тоже здесь есть в этих фильтрах. Поэтому просто внимательно, не спеша сядьте, ознакомьтесь, и вам все будет предельно понятно и ясно. Ну давайте мы снова с вами вернемся на главную страницу и посмотрим. Здесь у нас всегда указана ближайшая доставка. Вот здесь вот у вас есть история заказа. Это я вам говорила. Это вот раздел «Мои заказы» и «История заказа». Вы можете либо здесь проводить оплату, либо в разделе «Мои заказы». История претензий. То есть все возвраты здесь у вас есть. Вы можете просматривать, как сделать заказ, как оплатить, как получить. Заказы новичков. Все-все здесь есть. Просто внимательно всегда просматривайте. И вот здесь ниже у вас есть еще вот разделы. Всегда вот обращайте внимание. Вот здесь можно новости посмотреть. Можно это выше сделать. Новинки каталога. Почитать о компании. Дальше здесь «Как оформить, оплатить, доставка, возврат, регистрация, вопросы, ответы». Вот в этом разделе у нас есть абсолютно все. Вот смотрите. Вопросы и ответы рубрика здесь «Как купить товары?», «В чем преимущество?», «Как помочь сперва?», «Что такое черновик заказа?», «Когда происходит при расчет?», «Нужно ли регистрироваться?» Все-все-все есть здесь у вас. «Консультанты», «Доставка», «Возвраты претензий», «Корректировка», «Акции программы». Вот здесь у вас есть и стартовая программа. «Как получить скидку 20», «Как получить 26», «Что такое баллы?», «Что такое карточки твой бонус?», «Сгорают ли бонусы при возврате подарков?». То есть все ответы на любой ваш вопрос в рубрике «Вопросы и ответы» есть, оформление заказа. То есть вы просто смотрите и вот здесь нажимаете на каждый из разделов и все это читаете. То есть здесь абсолютно все подсказки. Ваш личный кабинет, еще раз вам хочу сказать, это ваш инструмент для работы. Поэтому просто внимательно с ним ознакомиться, и тогда у вас не будет возникать каких-то дополнительных вопросов. То, что касается программы «Фаберли Клуб», вот посмотрите, вот мои баллы, все, что я заработала, копятся у меня в кошелечке. То есть к концу осени, когда вот у нас все это уже утрясется, то есть уже у нас стабилизируется полностью наш новый сайт, у вас вот здесь это все есть. Вот у вас товары в избранном, можно посмотреть. Вот здесь у вас флеш-каталог, также можно полистать. Либо вот здесь флеш-каталог. Вот здесь все сообщения, которые приходят от ваших консультантов и приходят от компании. Вот здесь ваша корзина, когда будете добавлять, здесь у вас будут добавляться товары. То есть все-все. Даже вот здесь подбор одежды у нас появилась. Вот новая такая рубрика, где вы можете загрузить фото в полный рост, и затем можете подобрать товары. По вашему фото вам помогут подобрать. То есть то, что подходит по типу вашей фигуры. Даже вот такая у нас подборочка есть. Новым покупателям здесь тоже вот есть у нас указана, какая акция. Сейчас у нас действует в новом каталоге в 12-м. И сам каталог снова. Вот флеш-каталог также открывается. То есть либо на каталог нажать можете, либо на оформить заказ и посмотреть флеш-каталог. То есть это просто все дублируется и поиск вот здесь товара. Также, допустим, вам что-то нужно, можно нажать на этот поиск. И вот, допустим, ну что я хочу. Допустим, пробник, да, какой-то мне нужно заказать. Я хочу вот посмотреть пробники парфюмерии, либо пробник губной помады. И также пробники можно вот здесь в разделе для бизнеса. То есть вот этот раздел открываете и все каталоги, все вот аксессуары, пакетики, все пробники, все-все будет у вас вот здесь. То есть вот у вас есть список, блотеры, палитры, каталог, прайс-лист, брошюры, упаковка, тестеры. То есть все-все, что в данный момент есть. Также можете применить фильтры и для себя выбрать. Ничего, девчонки, сложного нет. Просто внимательно смотрите, пользуйтесь всеми вот этими разделами. И вам все будет абсолютно понятно. Обязательно всегда просматривайте новости, которые есть у вас на главной странице, для того, чтобы быть в курсе всех событий. Но обязательно, конечно, ваш наставник вас познакомит со всеми нововведениями и новостями. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Регистрация в компанию бесплатная, поэтому я вас приглашаю. Я думаю, что немножечко вам понятнее. Может, кто первый раз видит этот сайт, будет. И я надеюсь, что была для вас чем-то немного полезна. На этом говорю пока. До свидания. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok